МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Понимая, что старость неотвратима, человек веками старался найти тот самый эликсир молодости. И, надо сказать, в этом плане неплохо преуспел. Благодаря достижениям экономики и медицины только за последние 60 лет мы стали жить почти на 22 года больше. Но поменялись ли в связи с этим стереотипы общества в отношении старости и возраста? Как большинство из нас сегодня проводит жизнь на пенсии? И что в этом плане советуют эксперты? Итак, гости программы. Председатель правления Международного общественного объединения взаимопонимания Анжелика Аношко. Добрый день. Добрый день. Старший преподаватель экономического факультета Гомельского государственного университета имени Франциска Скорина Светлана Лин. Добрый день. Исполнительный директор общественного объединения Белорусской ассоциации социальных работников, руководитель проекта университет третьего возраста Елена Станиславчик. Здравствуйте. Добрый день. И начальник управления социальной поддержки населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского обл. сполкома Галина Мороз. Добрый день. Добрый день. С нами на связи в онлайн-гостиной «Беларусь-4» Елена Ященко, Леонид Калетеня, Жанна Алексеевичек и Иннаида Савчиц. Здравствуйте. 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 Так вот на сегодняшний день в мире людей 65 лет и старше 9%. Причем надо отметить, что данный показатель имеет тенденцию к росту. То есть, например, в 1950 году этот показатель был на уровне 5%. К 2000 году он увеличился до 7%. На сегодняшний день на 9%. И к 2050 году, по прогнозам экспертов ООН, этот показатель может достичь 16%. То есть, на самом деле, это очень серьезная проблема, которая стоит, в общем-то, глобально перед человечеством. С одной стороны, мы, конечно же, мы достигли очень больших успехов в продлении жизни людей. Человечество достигло успехов, но оно оказалось неподготовленным к вопросу, а что же с этим делать. Продление жизни – это, конечно, хорошо, но в каком качестве? Разных районов и разных регионов, даже в масштабах одной Белоруссии, проблемы касаются по-разному. Все верно? Да, совершенно верно. Уровень старения на сегодняшний день в Республике Беларусь составляет 15%. Причем, данный процесс распространяется не одинаково, если брать региональный разрез. То есть, наиболее благополучным, с этой точки зрения, является город Минск. Там этот уровень старения на сегодняшний день чуть больше 13%. Одинаковый уровень старения примерно в Гомельской, Брестской и Могилевской областей. Это 15,2%, 15,4%. Если говорить про масштабы Гомельской области, Галина, я так понимаю, что по примеру Белоруссии и Минска, то, конечно, Гомель и районы, и небольшие населенные пункты есть достаточно серьезная разница. Ну, я думаю, конечно. Даже возьмем, например, сельских жителей и городских. Естественно, что жители села намного отличаются даже по своей активности от жителей городских, которые стремятся больше двигаться, больше вникать в какие-то социальные процессы. И поэтому, конечно, и занятость на селе и в городе, она тоже, конечно, значительно разнится. Сокращение трудоспособного населения, понятно, это в первую очередь риски для экономики. Но ведь не только. Какие сферы страдают следом? На мой взгляд, в данной ситуации задействованы все сферы нашей жизни. И, ну, если говорить о медицине, то понятно, что там... Эти проблемы лежат на поверхности. Если говорить о медицине, то там все очевидно. И понятно, что пожилых людей нужно лечить, что они, как правило, сегодня подходят к этому своему продленному, к продленной части жизни уже с комплексом заболеваний, хронических заболеваний, с которыми нужно тоже что-то делать. Они не умирают в том возрасте, в котором умирали раньше. В то же время проблема с пенсионным обеспечением. Кто будет зарабатывать пенсию возрастающему количеству людей? На сегодняшний день те пожилые люди, которые сегодня уже на пенсии, они еще более-менее имеют шансы эту пенсию получать. Но если говорить о поколении, следующем поколении пенсионеров, наверное, это уже мое поколение будет, да, то на самом деле у нас шансы очень серьезные. Есть вопросы. Слово экономиста. Остаться без денег, да. Я совершенно согласна с Анжеликой. Дело в том, что даже на сегодняшний день, если взять нагрузку со стороны лиц старше трудоспособного возраста по отношению к людям трудоспособного возраста, то на уровне республики это 433 человека. А если мы возьмем разрез, опять-таки, город-село, то в городе на тысячу человек трудоспособного возраста уже приходится 633 пенсионера. То есть со временем число пенсионеров будет все больше увеличиваться, а численность людей трудоспособного возраста будет сокращаться. То есть, соответственно, наши пенсионные запасы и будущие пенсии, они могут стать несколько мифическими. А какой вы видите свою старость? Именно с таким вопросом на днях на улице областного центра вышли мои коллеги. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Какой видите свою старость? Старость? Веселую, жизнерадостную. Думаю, что буду путешествовать. Обязательно и очень обеспеченную. Веселой. Активной. Буду стараться видеть. Беззаботной и хорошо обеспеченной. Спокойной. Достаточно. Честно, не знаю, я даже об этом не задумывалась. Старость? А если я еще до нее доживу? Ну, думаю, буду хорошим дедом. Моя старость? Это, наверное, кресло-качалка. Любимая книга какая-нибудь из белорусской литературы. Может быть, Якуб Колос. Надеюсь, что хорошая и счастливая. Обеспеченная. Я вижу красивой, молодой вообще старость. Нормально все вижу. Я думаю, старость всегда хорошо. Особенно на пенсии. Елена, подключайтесь к разговору. Как вам мнение гомельчан и представление белорусов о жизни на пенсии? Достаточно оптимистично? Достаточно оптимистично, но при этом сразу можно завинтись в разницу. Когда человек уже так ближе приближается, у него есть какое-то свое видение. Молодежь в основном очень плохо представляет. Но в большинстве своем здесь очень так часто прослеживается, слышатся такие общие стереотипы. Здесь скорее люди, наверное, говорят не про собственные цели и что они будут делать, а скорее какой-то образ, картинку, которая уже существует в обществе. Да, мир стареет, но продолжительность жизни растет, об этом говорили уже не раз в этой студии. Задача номер один и для государства, и для общественных организаций, и для каждого из нас – активно работать со стереотипами, связанными со словом «старость» и «возраст». Я бы сказала, что здесь не будет решением активно работать в каком-то одном направлении. На самом деле проблема комплексная, и в данном случае работать просто со стереотипами – это не решит ничего. Со стереотипами, конечно же, надо справляться, безусловно, нужно решать эту проблему. Но одновременно нужно создавать условия для того, чтобы люди, разрушая стереотипы, одновременно находили способы для самореализации, для реализации своего потенциала. Одно без другого не работает, ведь так? Да, и на самом деле здесь еще одна проблема прослеживается. То, что стереотипы, они рождаются в обществе, но на самом деле очень часто люди транслируют что-то изнутри. То есть самостигматизация, она намного серьезнее, намного больше вреда наносит. Именно она транслирует для общества то, что мы видим. Плюс опыт предыдущих поколений. Конечно, конечно. То есть это не всегда само общество задает человеку, скорее общество, скажем так, транслирует то, что человек сам о себе представляет. И здесь мы видим, что те люди, которые приближаются к старости, они очень часто, скажем так, сами себя самостигматизируют, сами себя называют как-то. Но я же ведь уже бабушка, но я ведь уже вот в этом возрасте. Куда мне уйти учиться, куда мне идти развиваться, зачем? Обратимся к нашей онлайн-гостиной. Мой вопрос психологу-психотерапевту Елене Ященко. Она прямо сейчас на связи из Израиля. Скажите, Елена, надо ли как-то готовиться к старости? На самом деле это два разных понятия. Старость и пенсионный возраст. Потому что старость с точки зрения психологии – это очень субъективный процесс. Возможно, кто-то себя в 40 чувствует старым, кто-то себя в 80 чувствует себя молодым. Поэтому если мы будем говорить про пенсионный возраст и возможность именно подготовиться к нему, то есть к возрасту, когда мы выходим на пенсию, мы возвращаем рабочую деятельность. Да, к этому возрасту необходимо готовиться. Потому что выход на пенсию с точки зрения психологии является кризисом. То, что готовиться нужно, понятно. Стрессовый фактор. Может быть, у вас есть ответ на вопрос – как готовиться? Да. Смотрите, если человек для этого ходил на работу, то наоборот он был этим структурирующим ядром, которое структурировало непосредственно его время. Когда человек выходит на пенсию, у него получается большое количество времени. То есть ему нужно необходимо самостоятельно научиться структурировать время. Чтобы пререструктурировать время, необходимо занять его. Избыток времени формирует ощущение одиночества, в конце концов, депрессии и суицидальной мысли. Это то, от чего необходимо бежать. И тут возникает социальный парадокс. Чем больше государство вкладывает в социальные услуги для пожилых, предоставляя им возможности обучения, тем меньше в конечном итоге государство тратит денег на пожилого человека, потому что он больше вкладывает в себя, меньше посещает врачей, больше находится в состоянии активной, собственно говоря, своей жизни. Почему отношение к жизни на пенсии у жителей славянских государств все-таки разительно отличается от отношения к пенсии у европейцев и жителей других частей мира? Прежде всего, в психологии принято сравнивать себя с самим собой. Если мы будем сравнивать себя с соседом, мы всегда будем проигрывать, потому что у соседа всегда трава зеленее. К чему я веду? Если человек до своего выхода на пенсию был активен, то, в принципе, пенсия не может его сделать неактивным. И наоборот, если человек до 65 лет активно лежал на диване и переключал каналы телевидения, соответственно, навряд ли что-то изменится в его пенсии. Мы должны поддерживать стремление человека быть активным изначально. Спасибо большое. Тем временем в стране на государственном уровне уже рассмотрен проект национальной стратегии «Достойное долголетие-2030». На что нацелен документ и к чему должен подтолкнуть всех нас, ну и в первую очередь, заинтересованная служба? Ну, основная цель данной стратегии – это максимально повысить уровень и качество жизни пожилых людей. И тем самым, как результат, продлить им долголетие и жизнь. На сегодняшний день, если говорить о статистике, то средняя продолжительность жизни нашего пенсионера – это 74,5 года, если я не ошибаюсь. А значит, к 30-му году мы должны повысить планку до 80 лет. То есть, ну что представляет с тобой данная стратегия, если говорить вкратце, то это новые технологии, которые позволят сегодня нашим пожилым людям, как мы уже слышали неоднократно, заниматься спортом, заниматься физической культурой. То есть тратить свой потенциал так, чтобы это было полезно и ему, и обществу. И еще один аспект, который тоже немаловажен – это занятость пожилых людей, поскольку мы уже тоже понимаем, что они, уходя на пенсию, имеют еще огромный потенциал, но не могут его истратить должным образом. Поэтому стратегия даст им возможность на равных условиях конкурировать на рынке труда, что тоже немаловажно. Анжелика, подключайтесь к разговору. Я знаю, что ваша организация тоже внесла свои предложения в формирование национальной стратегии. Год назад мы образовали коалицию, которая так и называется «За достойное долголетие». В эту коалицию вошел целый ряд организаций, и несколько человек вошли просто как физические лица. и представители этой коалиции участвовали в разработке стратегии. Мы направляли предложения. Буквально тезисно на что старались все-таки указать внимание? Я бы сказала, что там очень много было предложений с нашей стороны, на самом деле, и все они кажутся важными, но одно из тех, которые, на мой взгляд, являются основополагающими, является следующее – ничего для пожилых без пожилых. И это важно? Что это значит? Это значит, что мы сегодня научились создавать клубы, мы научились предлагать разного рода активности, мы научились предлагать пенсии, социальные льготы, гарантии какие-то. Ну, я говорю про всех нас, и общество, и государство. Мы научились лечить, предлагать медицинские услуги, продлять жизнь, но, к сожалению, мы не научились спрашивать самих пожилых людей, а что же вы хотите, какие у вас есть потребности, и что мы для этого можем сделать. Это первое, это одна сторона, мы не умеем спрашивать. Второе, пожилые люди очень часто не умеют нам отвечать на этот вопрос. Мы это тоже видим, это, на самом деле, еще может быть даже более серьезная проблема. Галина, уверен, вы детально изучали проект национальной стратегии. Что из описанного там уже сегодня, а может быть и десятилетиями, работает в нашем регионе? Безусловно, стратегия не предлагает нам абсолютно что-то новое, потому что такая форма работы, как клубы и кружки для пожилых, они существуют уже довольно давно и успешно прижились у нас в Гомельской области, да и вообще в стране. Например, на базе территориальных центров у нас такие кружки работают, посещают их пожилые люди с удовольствием. Это и хореографические, и физкультурно-оздоровительные. То есть они там и поют, и вяжут, и просто общаются. В общем-то, и сегодня я хочу сказать, что очень востребованы стали такие направления, как обучение компьютерной грамотности. Наши пожилые люди очень хотят быть и идти миром со своими родственниками. На связи с миром и сегодня во время пандемии это особенно актуально. Да, да, да. Они хотят идти в ногу со временем. И я хочу сказать вам больше, Александр, что иногда они могут рассказать о гаджетах больше, чем мы с вами знаем. Но ведь справедливости ради немало тех, кому недоактивности. Я сейчас про людей, одиноких, малозащищенных, с проблемами, серьезными проблемами в здоровье. И здесь тоже очень важно, чтобы государство подставило плечо? Безусловно. Эти люди всегда находятся у нас на особом счету, скажем так. И для этих людей делается максимально, чтобы они жили комфортно, чтобы их старость протекала комфортно. Существуют различные формы работы с этими людьми. Но самая основная – это помощь на дому. И она самая востребованная в нашей стране. Это когда социальный работник приходит на дом к человеку, который не может сам себя, скажем так, обслуживать. И предоставляет ему какой-то спектр основных услуг. В основном это социально-бытовые услуги. Сходить в магазин, купить продукты, вынести мусор. Вот такой как бы. Ну и развиваются у нас новые формы, потому что без этого никак. Мы идем вперед. Есть такая форма, как замещающая семья, договор ренты, патронатные, приемные. То есть на что нацелена эта работа? Эта работа нацелена на то, чтобы наши граждане могли максимально продлить свое проживание в домашних условиях. Чтобы они не попадали в стационарные условия. Потому что, к сожалению, попадая туда, люди угасают. Нет ничего лучше родных. Да, но вместе с тем, конечно, есть моменты, когда люди уже не могут справляться сами в силу своих физических каких-то особенностей и состояния здоровья. Тогда, конечно, мы предлагаем размещение в стационары. Мы задавались вопросом, работая над стратегией. А что надо сделать, чтобы через 10, через 20 лет иметь финансовые возможности для обеспечения всех потребностей пожилых? Ну или самых важных потребностей пожилых. Продолжим тему с участниками дискуссии в онлайн-гостиной «Беларусь-4». С нами на связи заведующая Гомельской областной научно-технической библиотекой Жанна Алексеевичек. Жанна Евгеньевна, подключайтесь к разговору. Я знаю, что у вас есть хороший опыт работы с пожилыми людьми. Насколько эффективны эти проекты и востребованы ли они? Научно-техническая библиотека уже с 2014 года занимается образовательными проектами по компьютерной грамотности среди людей пожилого возраста. И если изначально эти курсы проходили для стационарных компьютеров, но наш мир не стоит на месте. И на сегодняшний день более востребованы стали образовательные курсы, конечно, планшетов и мобильных телефонов. А эффективность этих проектов в том, что они настолько социализированы и помогают, облегчают жизнь наших слушателей, что в удаленном режиме позволяют им оплачивать коммунальные услуги, заказывать врача в поликлинике, заказывать, например, такси для поездки и оплачивать эти услуги в один клик. Мы даем навыки социализации и коммуникации с родственниками, друзьями, внуками, которые находятся далеко за рубежом посредством общения через различные мессенджеры. Вы наверняка частенько слышите фразу «Нет, это не для меня, я свое уже отучился». Что отвечаете тогда? Наши, во-первых, курсы это бесплатные, что и подкупает, будем говорить, наши слушатели. И желающих достаточно много. Ну а вот для тех, у кого есть сомнения, я обычно всегда говорю так. Надо же здесь и сейчас не быть на связи со своими родственниками, друзьями и знакомыми. И дорожить, в принципе, теми минутами общениями, новыми знакомствами, эмоциями, которые дают возможность эти наши курсы. Так что ждем вас. Спасибо большое. И еще в продолжение темы о студентах в годах. Елена, я знаю, вы создали в Беларуси университет третьего возраста. Какие задачи уже сегодня решает эта инициатива? Да, задач несколько. Конечно же, в первую очередь, это дать возможности новые для людей старшего возраста. Скажем так, удовлетворить свою потребность в новых навыках, знаниях, которые, может быть, в прошлом не настолько были необходимы, где-то о чем-то мечтал. И поэтому для этого у нас существуют учебные курсы, 25 направлений. Начиная от иностранных языков, их 8, изучается в университете третьего возраста и заканчивая ораторским мастерством. Есть и другие цели. Когда мы говорим, вот несколько раз уже у нас звучало слово «активность», я бы хотела немножечко сконцентрировать внимание на этом слове, потому что люди по-разному понимают. Некоторые, когда спрашиваешь, активен ли ты в жизни, он представляет, что если я хожу по улице, гуляю много, то я достаточно активен. Мы в университете третьего возраста делаем акцент на активность с точки зрения значения самого человека для общества. То есть его ценности как члена общества, который может и привносит какую-то пользу. Поэтому у нас есть одно из направлений достаточно важных, где мы объясняем людям, как быть активными, что они могли бы сделать, и даем возможность опробовать свои какие-то навыки. То есть это волонтерские направления. Там, где слушатели сами инициируют какие-то небольшие проекты в экологическом направлении, работают с детьми, работают тоже с пожилыми, которые, допустим, в данный момент не могут участвовать в проекте, помогают им. То есть всячески вкладываются в общество. И мы говорим, когда мы говорим про эффективность в этом плане, мы видим значение для самого человека, то есть насколько они меняются. Если они приходили в университет чисто для того, чтобы получить свои знания по компьютеру, по иностранному языку, начиная втягиваться в эту деятельность, они переосмысливают сами себя. Какие инициативы все-таки в масштабах Беларуси действительно достойны рассмотрения и подражания, и популяризации? Очень важная на сегодняшний день идея проекта – это волонтерское движение пожилых людей. Оно просто необходимо. И наиболее эффективно мы потом, слушая Найду Петровну, наверное, узнаем, почему, станет более понятно. Вот. Проекты, направленные на развитие каких-то культурных и творческих способностей людей. То есть в основном это развитие творческих способностей и образовательные проекты. Это проекты, направленные на активность вот такого рода волонтерскую, когда люди помогают другим. И, я бы сказала, важны проекты, направленные на поддержание здоровья. Говорить об улучшении здоровья сегодня, ну, было бы утопией. Мы все это прекрасно понимаем. И все-таки справедливости ради. Уверена, и по ту сторону экрана зрители скажут, да какое количество людей, достаточно большое, ждет, не дождется тихой, спокойной старости, сидя или лежа на диване. И в этом тоже счастье подчеркнут оппоненты. Тему продолжим с директором учреждения Центр современной культуры «Бегущая черепаха» Леонидом Калетеней. Леонид, подключайтесь к разговору. Ну вот, а как вам мысль, озвученная, на мой взгляд, достаточно справедливо? Мы тут про активность. А всем ли она нужна? Это наиболее, наверное, спорный вопрос. Дело в том, что я вот сидел, слышал всю передачу, вы говорите, пожилые то, пожилые все. Нету пожилых. Шесть лет назад мы проводили исследования, более трехсот интервью только лично я провел. Мы исследовали участников проекта. И по результатам исследов выяснили, что нету общих для пожилых каких-то интересов. Люди делятся на четыре совершенно противоположные категории. Люди, заинтересованные в активности в семье, и они никогда не будут заниматься общественной работой. Люди, заинтересованные активностью в общественной работе, и чаще всего с семьей у них не очень. Есть люди, которые посещают кружки, секции, они ничего не инициируют, они просто потребляют. Есть вот четвертая, про которую говорили группа, которая десоциализирована, которые себя потеряли. Вот они нуждаются в опеке. Это я всё к чему? Когда мы говорим о пожилых, то нету никаких пожилых, есть очень разные люди. И есть те, которые просят, чтобы их оставили в покое, но это тоже самообман. Своего рода самообман. Человек, не включённый в общество, чаще всего угасает быстрее. Для большого количества белорусов и жителей славянских стран самая популярная модель жизни на пенсии для и ради детей. Это хорошо или плохо, Елена? Если мы говорим, для чего вообще нужны с точки зрения психологии бабушки. Возьмём для сравнения, как ребёнок идёт в детский сад с мамой или с папой. Папа, мама бегут на работу, ребёнок где-то тащится сзади, где-то там добегает. Как ребёнок идёт куда-то с бабушкой. Он тащит куда-то вперёд бабушку, бабушка останавливается, они где-то там... То есть это про любовь. В любом случае, когда есть время у бабушки, у дедушки провести время с внуками, это прям замечательно. Потому что от бабушек мы получаем такую радость и вседозволенность. Я считаю, что абсолютно неверно, чтобы всё время было с бабушкой. Это действительно неправильно. Ни с точки зрения бабушки, ни с точки зрения того самого внука или внука. Потому что время для себя... Опять же, мы говорили про саморазвитие. Ей нужно создать свой план. Она должна выделять какое-то время. И для себя, и для внуков. Прежде всего, бабушка, как и любой человек, и дедушка, должны понимать, чего они хотят, какие у них потребности. Если у них есть потребность выучить немецкий на пенсии, или английский, китайский освоить, или сходить на балет, прежде всего, они должны сходить на балет. А уже дальше посмотреть на своих любимых внуков, помочь как-то своим детям и так далее. Прежде всего, любой человек должен ориентироваться на свои собственные потребности. И, соответственно, исходя из этого, двигаться, делать какие-то шаги. Спасибо большое. А я сейчас к нашему диалогу хочу подключить председателя Гомельской городской общественной организации «Дети войны» Инайду Савчиц. Инайда Петровна, сейчас мнение наиболее мудрого и умудренного опытом из нас. Как считаете, как же найти золотую середину и смогли ли ее найти члены вашей организации? Я про и социальную активность, и про возможность к самореализации, и про уважение общества. На мой взгляд, социальная активность и общественно полезное дело — это часть нашей жизни. Мы не можем быть социально активными, не принося полезных дел. Мы пенсионеры, свободные люди, имеем возможность, время, желание делать добро и получаем большое удовлетворение от этого. В нашей организации сейчас 85 человек, средний возраст где-то 80 лет, но никто не хочет признавать себя стариком. Есть у нас люди, которые не выходят из дома. У нас таких 30 человек. Сейчас, как никогда, им нужна помощь. У каждого из них есть социальный работник. Им помогают дети, внуки. Но самое, как вам сказать, большое удовольствие они получают, когда приходят наши волонтеры, пожилые люди. У них много общего. Они пьют чай, они поют, они плачут, они вспоминают. И вот это вот время, проведенное вместе, очень много дает нашим людям. Очень много дает вам, пожилым. Очень много дает и молодежи. Ведь это ценное знание, полезное, которое не прочитаешь в книгах. Можно ли сказать, Анна Ида Петровна, что вот этот опыт работы в проектах организации продлевает жизнь вам и членам общественного объединения? Да, разумеется. Работа в проектах действительно продлевает жизнь. И не только активистам нашей организации. Благодаря проектам у нас появилась возможность проявить себя с самой лучшей стороны. У нас появились условия, чтобы реализовать наши возможности. В результате чего мы можем продлить нашу жизнь и принести пользу государству. Мы сейчас взялись за очень трудную, сложную, важную и очень нужную работу. Это работа с трудновоспитуемыми ребятами. Это ребята, которые в силу каких-то жизненных обстоятельств попали на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Называется наш проект «Надежное плечо». Это чисто символически, как бы мы подставляем ребятам свое плечо и опираемся на их плечо. Инаида Петровна, я благодарю вас. На самом деле Инаида Петровна сказала очень важную фразу. Мы получили условия для реализации своих возможностей. И на самом деле это условия очень простые. Это было буквально несколько наших консультаций в начале и небольшие финансовые средства. Не самый затратный проект, скажем прямо в ваших странах. Не самый затратный. Далеко не самый затратный. Больше того, когда мы начинали, мы еще и уменьшили эту сумму. Потому что, скажу честно, Нинаида Петровна, простите, великодушно, но мы ни разу не верили в успешность этого проекта. Мы ожидали, что это будет абсолютно провально. Но организация научилась первое управлять собой. Люди самоорганизовались. Они научились управлять деньгами. Точнее, даже не научились, видимо, уже умели. Они смогли управлять этими деньгами. Хотя у нас многие более молодые организации с трудом с этим справляются. Они научились помогать друг другу. И они пошли дальше. Они научились помогать другим. То есть они вышли уже за пределы своей организации со своей социальной активностью. И на самом деле вот эта организация мы называем жемчужинкой нашей программы. Потому что на самом деле во всех отношениях и стопроцентная целевая группа, и очень качественное управление, и великолепная отчетность, и результаты, и эффективность замечательные. Международное общественное объединение взаимопонимания. С 2009 по 2020 годы при поддержке немецкого фонда FAUZ «Память. Ответственность. Будущее» реализовано 160 проектов, направленных на поддержку бывших узников национал-социализма и повышение качества жизни пожилых людей. Общая сумма финансирования – около 3,5 миллионов евро. Государственными организациями реализовано 39 проектов. В негосударственными – 121 проект. Из них в Гомельской области – 17 проектов. Два в государственных и 15 в негосударственных организациях. Давайте подводить итоги. У каждого из вас есть по традиции буквально по 30 секунд для того, чтобы подвести черту в этом разговоре. Галина? Исходя из того, что мы сегодня все услышали, и в том числе я услышала, может быть, что-то новое для себя, я думаю, что начинать надо очень-очень рано. Начинать надо с детей. И вот продвигать эту идею для того, чтобы потом, приходя уже к старости, будем так говорить своими словами, мы уже осознавали, что мы хотим и как этого достичь. Возможности любого государства не всесильные. Как много действительно зависят от каждого из нас. Ведь так, Елена? Да, все верно. На самом деле, вот в контексте все того же активного долголетия сейчас уже другое понятие употребляется. Здоровое долголетие. Всемирная организация здравоохранения до 30-го года поставила акцент. Не поспоришь. Да. И здесь акцент правильный на самом деле. И состоит он в том, что здесь в основе всего стоит благополучие человека. Независимо от того, в каком состоянии находится его здоровье, он сам по себе является потенциалом. И все, что нам надо, по сути дела, как обществу, как государству, это создать для него условия, то есть вот эту вот окружающую обстановку, те ресурсы, которые помогут ему жить благополучно, стареть достойно, независимо от его состояния. Итак, понимание в обществе, надеюсь, складывается. Экономисты, как рисуют себе будущее белорусов? Ну, вы знаете, процесс старения все-таки он для нас тоже неизбежен. Но у нас есть резервы для того, чтобы несколько замедлить этот процесс. Первый резерв заключается в том, чтобы продолжать стимулировать рождаемость. У нас на сегодняшний день очень большой спектр мер оказывается в государстве, мер поддержки семьям с детьми, прежде всего многодетным семьям. И уже на сегодняшний день можно видеть результаты. Так вот, например, по результатам переписи с 2009 года у нас в стране было 60,5 тысяч многодетных семей. А на сегодняшний день их уже больше 108 тысяч. Это наши будущие работники, это, в принципе, те люди, за счет которых будут формироваться будущие пенсии. Поэтому нельзя ни в коем случае забывать об этом направлении работы с точки зрения государства. Ну и, конечно, важным еще моментом является вопрос миграционной политики. Если наша молодежь не будет уезжать за границу, а будет заинтересована в том, чтобы оставаться и работать здесь, ну тогда старение для нас не так страшно. Анжелика. Ну, я думаю, что прежде всего мы должны научиться принимать тот факт, что на протяжении своей жизни каждый человек проживает определенные фазы. И этим фазам присущи разные особенности. И физиологические, и финансовые, и социальные, и разного рода другие. И нам необходимо научиться принимать тот факт, что в определенном возрасте у нас появляются определенные особенности. И нам нужно перестать приукрашивать ситуацию, приукрашивать свои чувства, свое поведение. Нужно начать быть реалистами и немножко эгоистами. Человек должен быть эгоистом, смотреть на свои желания, удовлетворять свои желания и быть эгоистом ровно настолько, насколько это не мешает эгоизму другого соседа. Итак, это были наши выводы. Сделайте свои. На этом ставим точку. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин